Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. Google Play – отличная площадка для новых разработчиков, которые хотят сделать собственные приложения. Но не все из них имеют только чистые помыслы. Некоторые из этих программ могут собирать ваши данные, передавать персональную информацию и даже обчистить ваш счет. Я отобрал 5 приложений, которые лучше сразу удали со смартфона. Итак, давайте начнем. А начнем мы, пожалуй, с погодных приложений, таких как The Weather Channel, Weather Pro, Weather Boom и других подобных. Погодные приложения – это отличный пример того, как из самой простой функции прогноза погоды разработчики впихивают различные ненужные функции, превращая приложение в монстра, пожирающего ресурсы телефона. Здесь вы можете увидеть и анимированные обои, и метеорологические карты, различные виджеты и множество других бесполезных вещей. И все это занимает оперативную память устройства. Приложение через каждые несколько минут соединяется с интернетом, и как раз затем вседает заряд вашей батареи. Как альтернатива лучше воспользуйтесь браузером. Google предоставит вам прогноз погоды на неделю вперед, а то и дольше. Следующее приложение – социальные сети Facebook. Социальная сеть Facebook является сегодня самой популярной в мире, поэтому неудивительно, что соответствующее мобильное приложение установлено у огромного количества пользователей. Мобильный клиент позволяет вам получать уведомления о новых лайках, постить фотки и всегда оставаться на связи с друзьями. Однако взамен это приложение потребляет огромное количество системных ресурсов и значительно уменьшает срок работы смартфона от батареи. Мобильный клиент Facebook занимает одно из первых мест по прожорливости системных ресурсов на андроид устройствах. Как альтернативу могу посоветовать мою мобильную версию Facebook в любом браузере, установленном на вашем устройстве. Функционал, конечно же, немного отличается и вы не будете видеть всплывающих уведомлений на своем экране, но зато это облегчит работу смартфону и сэкономит заряд батареи. Или же воспользуйтесь приложением Facebook Lite. Оно потребляет меньше ресурсов и будет неплохой альтернативой. Следующим бесполезным приложением на телефоне является антивирус, антивирус фри и тому подобные. Дискуссии о том нужны ли антивирусные программы на устройствах под управлением андроид до сих пор не однозначны. И я же придерживаюсь мнения, что если вы не получаете рук права на устройстве и не устанавливаете взломанные программы из сторонних сомнительных источников, то антивирус вам не нужен. Компания Google бдительно следит за содержимым своего магазина и моментально удаляет из него все потенциально опасные элементы, поэтому всегда активный мониторинг антивируса будет только зря тормозить ваш смартфон или планшет. Если же у вас все-таки возникли сомнения в здоровье телефона, то можете установить антивирус для разувного сканирования, а затем удалить его. В некоторых современных устройствах есть встроенные приложения для поиска угроз. Ну и конечно же стоит сразу же удалить всякого рода очистителей и оптимизаторы систем. CleanMaster и другие подобные оптимизаторы заботятся о своевременной очистке кэша и удалении ненужных программ. Однако большинство современных смартфонов имеет подобные функции в системе, что делает такие приложения бесполезными, ведь кэш и батарею телефона они продолжают потреблять. Так что вы не добьетесь ускорения работы системы, а только замедлить ее, получив как бонус придачу еще и рекламу. Приложения для увеличения объема оперативной памяти Приложения для увеличения объема оперативной памяти являются по сути теми же оптимизаторами, они могут только своевременно очищать кэш, что телефон способен сделать и самостоятельно. Что касается оперативной памяти, то большего объема, чем тот, которым изначально располагает смартфон, вы не получите. Так что эти программы будут только тратить ресурсы и возможно собирать ваши данные. Приложения Дефрагментаторы Приложения для дефрагментации жесткого диска сразу после своего появления обрели огромную популярность из-за аналогии с подобными программами для персонального компьютера. Но в телефоне жесткого диска для дефрагментации просто нет. Эти приложения просто анализируют сколько места занимают во внутренней памяти те или иные программы. Кроме того, дефрагментаторы также будут тратить ресурсы смартфона и могут собирать ваши данные. Если вы используете подобное стороннее приложение, то я скорее всего вас огорчу, так как большинство из них либо вообще ничего не делают, либо наносят только вред. Очистить кэш и удалить остатки старых программ вы сможете и встроенными системными инструментами. А очистка памяти на самом деле только замедляет запуск программ и работу Android вместо обещанного создателями утилит ускорения системы. Как альтернатива зайдите в настройки и удалите кэш приложений вручную или воспользуйтесь встроенными системными инструментами. Ну и последнее в этом списке это браузеры с дополнительными функциями. В эту категорию входят браузеры со специальными функциями, например, просмотра видео или трансляции. Однако у таких приложений есть два существенных минуса. Во-первых, количество встраиваемой рекламы способно поразить воображение. Все это невероятно раздражает и затрудняет работу в сети. Во-вторых, не может насторожить посягательства на приватность. Приложение требует доступа к множеству разделов, даже к управлению звонками, что делает их небезопасными. Как альтернатива для Android-устройств существует десятки хороших браузеров. Как один из самых быстрых и надежных могу порекомендовать вам браузер Google Chrome. Он функционален, обладает поддержкой самых современных веб-технологий, умеет экономить мобильный трафик и обладает простым и понятным интерфейсом. Чтобы удалить ненужные приложения просто перейдите в настройки вашего смартфона, все приложения, выберите из списка ненужные и здесь внизу нажмите удалить. Вот и все, так можно избавиться от всех ненужных сторонних приложений. А на этом все, надеюсь это видео помогло вам очистить свой телефон от бесполезных приложений. Если вам понравилось видео ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока.